Всех приветствую на своем канале, а также на пятой части создания оконного приложения на Windows. В этой части мы будем работать с виджетами, считывать и ставить в них текст и числа. Итак, в третьей части мы рассмотрели создание виджетов и даже научились удалять текст виджета с помощью кнопки. Теперь рассмотрим, как считывать текст виджета. Для начала посмотрим, какой тип данных отвечает за хранение строк. Мы уже ознакомились с функциями CreateWindow, SetWindowText и MessageBox. В конце имени каждой функции стоит буква A. Она отвечает за тип строки, который использует функция. Если мы посмотрим детальнее, то увидим в параметре строки тип LPCString. Рассмотрим аналогичную функцию, но с W на конце. Здесь в параметре строки находится LPCWiseString. Буква указывает на размер символов, из которых состоит строка. Как мы знаем, тип для хранения символов чар занимает 1 байт. Но мы пользуемся им для записи строк и кодировки UTF-8. Но Windows может также использовать и кодировку UTF-16. На хранение таких символов уходит 2 байта. Это типу HR, что означает WhiteChart или Расширенный чар. Об этом можно также прочитать и в документации на сайте Microsoft. Мы будем использовать привычные нам 1-байтные символы, а значит функции с A в конце имени. Создадим кнопку, при нажатии которой бы считывался текст с поля Edit. Для нее я создам команду OnReadField. Для считывания текста есть функция GetWindowText. Первым параметром идет окно, из которого требуется прочитать текст. Вторым параметром идет буфер, из которого записываются считанные символы. Выделим для считывания буфер. Пусть его размер будет 10 символов. Поскольку мы будем использовать 1-байтные символы, тип буфера будет chart. Теперь записываем его в функцию. Последним третьим аргументом идет максимальное количество символов для считывания. Сюда мы впишем размер буфера. Функция возвращает количество считанных символов, что может пригодиться при разработке. Мы рассмотрим это чуть позже. Выводить записанную строку в я буду в static widget, поэтому создам переменную для его хранения. Теперь с помощью рассмотренной ранее функции SetWindowText запишем его в static. Запустим приложение. Теперь при нажатии на кнопку 10 первых считанных символов записывается static widget. Рассмотрим ситуацию, когда нужно записать stdString. Включим string в проект и попробуем записать количество считанных символов. Как я уже сказал ранее, тлет Windows Text возвращает количество считанных символов, поэтому давайте запишем его в переменную. Пусть строка будет symbols read плюс строка с количеством символов. Мы получим ошибку о разных типах, поскольку нужно сделать castString. Я перенесу переменную с количеством символов, чтобы мы могли его использовать в других участках кода. Теперь при нажатии на кнопку у нас появляется сообщение о том, сколько символов было считано. Учти, что количество символов будет не больше, чем размер буфера. Теперь рассмотрим, как считывать числа. Я создам еще один виджет отдельно для чисел. Для того, чтобы пользователь мог вписывать только числа, есть стиль ESNumber. Чтобы считать число, есть функция для Dialog и Thamint. Первым параметром идет окно, в котором находится виджет. Вторым параметром идет индекс окна. Создадим произвольный индекс, но не совпадающий с номерами команд и впишем его. Третьим параметром идет ссылка на tbool, в котором будет результат успешности функции. Нам он не нужен, поэтому я ставлю now. Четвертым параметром мы задаем знаковое или число. Пусть у нас будет беззнаковое, поэтому я поставлю false. Запустим приложение и нажмем на кнопку. Как мы видим, нам приходит 0, но это из-за того, что осталось назначить индекс нашему полю. Создается он так же, как и команды для кнопки. Теперь при нажатии на кнопку числа успешно считываются. Теперь ты так же сможешь считывать и записывать тексты и числа в виджеты. Надеюсь, это видео было тебе полезно. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал. В следующей части я расскажу про импорт и экспорт файлов с помощью VNIP. Спасибо. 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 Продолжение следует...